И оттачиваем соответствующее движение, когда мы заводим мяч вверх. Сохраните мяч в игре вот такой. Уже очень хорошо. Мы должны все время наблюдать за разворотом платформы. Ваш напарник принимает, вы смотрите. Пошла сюда. Вы предполагаете, что туда может быть отскок, а туда не может. Он вылезает из-под мяча, у него кисти пошли наверх, вы предполагаете, что может быть отскок и назад. Уже с такой платформы мяч никогда не полетит вперед. В защите он играет, не занес плечо соответствующее, платформу поднес. Если вы видите непосредственно перед касанием вот этой платформы, вы можете предполагать примерный разлет мячей и выходить уже помогать ему соответствующее. Дальше. Когда играется, например, мяч косяшками в защите? Самая распространенная ошибка. Мяч попадает слишком далеко сюда, в косяшки, в угол падения, в угол отражения. Поэтому, если вы видите, что ваш напарник играет косяшками в защите, вот здесь. Лучше прибежать вот сюда. Если он наведет вперед, вы отсюда выходите и делаете его передачу. Если он хреново сыграл, то еще не подбегаете и до последнего движения. Это то же самое, что у нас играет по платформе. Предположение по отскоку. Что от платформы, что от костяшек. Чем больше у вас опыт вот этих вот предугадываний, тем, соответственно, больше мячей этих достает. Так, давайте, сейчас играем мы. Играем, играем и меняемся по одному человеку. Давайте два человека на ту сторону.